Огневые работы на линейной части магистральных газопроводов Содержание фильма Подготовительные работы Стравливание газа Способы разъединения газопроводов и освобождения ремонтного участка газа Вырезка технологических отверстий Установка временных герметизирующих устройств Заварка технологических отверстий Ввод ремонтируемого участка в эксплуатацию В данном презентационном ролике представлен один из разделов фильма Установка временных герметизирующих устройств При проведении огневых работ на газопроводах диаметром 300 мм и более Связанных с разъединением трубы Место работ должно отсекаться с обеих сторон Временными герметизирующими устройствами, которые мы уже наблюдали в фильме ранее Работа по установке ВГУ проводится по наряду допуску на газоопасные работы Перед установкой ВГУ оно осматривается и проверяется на отсутствие проколов, порезов и трещин Перед установкой внутрь газопровода устройство необходимо проверить на герметичность вне трубы При избыточном давлении воздуха в нем, указанном в техническом паспорте ВГУ Перед установкой ВГУ необходимо сложить вдоль продольной оси трубы Затем через технологическое отверстие оно помещается в трубу Ориентируя его при этом вдоль оси трубы при помощи петель Шланг ВГУ должен быть выведен наружу Устройство наполняется воздухом от компрессора до рабочего давления, указанного в техническом паспорте ВГУ При этом давление устройства выдерживается в течение пяти минут ВГУ не устанавливается в местах нахождения кольцевых сварочных швов и отверстий под бабышки Аналогично производится установка ВГУ через второе технологическое отверстие с другой стороны вырезаемой каптушки После установки ВГУ производится естественная или принудительная вентиляция отсеченного участка газопровода Вентиляция производится через технологический люк Для принудительной вентиляции с целью повышения безопасности производства работ применяется азот Избыточное давление азота при его подаче в объект должно регулироваться в пределах от 0,005 до 0,2 мегапаскаль Температура азота, подаваемого с азотной установки, должна быть не ниже плюс 5 градусов по Цельсию Вентиляция считается законченной при загазованности по показаниям газоанализатора не выше 1% для метана Для тяжелых углеводородов, пропана, бутана, паров, нефтепродуктов не более 0% Замеры производятся внутри трубы через технологические отверстия и люк После этого рабочие, оснащенные средствами индивидуальной защиты, включая шланговый противогаз, производят установку второй пары ВГУ через технологический люк Шланг для накачки ВГУ выводится наружу через технологическое отверстие диаметром 28-32 мм В процессе накачки рабочий при необходимости подправляет устройство Аналогично производится установка четвертого ВГУ В случае снижения давления в каком-либо из ВГУ работы немедленно приостанавливаются Если давление снижается медленно, то производится его подкачка до рабочего давления В случае быстрого снижения дефектное устройство подлежит замене ВГУ должно устанавливаться на расстоянии 8-10 метров от места реза черновой катушки При невозможности соблюдения указанного расстояния ВГУ накрывается асбестоцементной тканью После установки второй пары ВГУ ремонтируемый участок газопровода готов к вырезке черновой катушки и установке новой заготовки Этому этапу ремонта посвящен отдельный фильм под названием «Вырезка и врезка ремонтного участка магистрального газопровода» После заварки новой катушки производится удаление ВГУ из полости трубы через технологические отверстия Эти работы производятся по наряду допуску на газоопасные работы